Вы у нас на непосредственном управлении с 19-го или с 18-го. Давайте поднимем, есть протокол собрания. Договор ваш есть, сейчас я его возьму и поднесу. Я занимаюсь у вас только эксплуатацией, вы находитесь на непосредственном управлении. У меня там 6 пунктов, которые я вам предоставляю. Это ТО-ВДГО, то есть техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Второе, аварийное обслуживание. Подготовка, вот сейчас как раз прорывка обрисовка идет, подготовка к СИЗО будет, чтобы вам дали отопление. То есть это мое. Значит, протокол собрания для них. Чем собрание ЖИБСО собирается, вы должны какие-то кто-то областить? Вообще откуда они думают? Ну, я сейчас, я честно говоря, я не помню, как... По-моему, в 18-м году у вас было собрание, не может быть такого, что... Сейчас протокол принесут и посмотрим, кто расписывался, кто... Скажите, а в прикосновении о вашем назначении есть? Ну, конечно. У вас есть, у вас назначили на этот общник, да? Директора эксплуатации. Да, просто ни у одной управляющей компании этого нет. Давайте еще, я сейчас скажу, что кто-то не делал. Это вот решение, как в мою очередь. Как продверь... Может, вы ваших учредителей не нашли вообще, нет такого. Ну, вот оно, кто прячется. Нет, просто там у вас документы, там, скажи, не нашли, но мне не занят. Я не знаю, вы не сказали, я вам показываю документы, я эти документы ваши смотреть не буду. Мне не заняты. У вас в ноябре только в 19-м году? Нет, это оттуда в ноябре нет. Я заступил в этот дом в 12-м году, 19-го ноября. Каждый год это нажитом, где-то продляет. Либо заключается со мной контракт сроком на один год. То есть я работаю до 12-го ноября 2020-го года. Вот протокол вашего собрания, 16-го апреля года. Вот увидам меня проведение собрания. Пожалуйста, никто не прячется. А вы шапочник? Я шапочник. А вы подвесы, если это заказ, отступление в дом? Я имею такое право. А как вы подвесы, если это заказ для отступления, то что вы еще пока не должны? Я имею право. Если вы хотите оспорить, значит, давайте мне отсюда. Нет, а другие совершенно вопросы. Ну, значит, вот, значит, договор с вами. Только у меня в моей бумаге, чтобы у меня было, так вот, решение, а где мне не дали. Самое главное не договор, а приложение договора. С вами это с кем, непосредственно, вот, вот, нет. Это с вами. Это с вами. А у этой Тамары Максимовны должно быть приложение обязательно. У них доверяйте доверяли ей вообще жильца наших жильцов? Да, значит, мы смотрим вот такое собрание. Нет, в такое собрание это нет. Там надо доверенности. На основании я сейчас, я вам не посреди. Обожди, у меня это мое собрание ничего нет. Значит, я сейчас приложение, что они мне в чем-то не дали. Да, там надо доверенности, собственно. Там доверенность не нужна. Сейчас я вам открою жилищный кодекс. Пожалуйста, когда вы забудете. Да, все. Вы заканчиваете снимать, ребят. Ну, чего? Нет, почему вы сразу заканчиваете? Ну, потому что не сразу, я думаю, сняли, и все, хорош. Нет. Что здесь? Подождите, пожалуйста. Это мое достояние. Нет, ну, что у нас в полиции? Хорошо, хорошо. Мне не себе такой мое задание. Понятно. Хорошо. Вы же не представили, как называют, что я не снимаю. Дайте, хорошо, достояние. Код, я сделаю с ним. Код, я не отвечаю на мои данные. Смотрите, что вы видите. Давайте я снимаю. Да снимайте, я не отвечаю, снимайте. Пожалуйста, заходите. Возьми, возьми, смотри, пожалуйста. Сначала ваши документы вообще-то можно было бы глянуть? Нет, я на месте сижу. И что? А у вас на лбу не написано, извините, кто вы такой. Я сейчас, я вам паспорт. Пожалуйста. Я? Да. Я тоже корреспондент. Ну, покажите, не уступите. Сначала вы предоставьте, кто вы. Сначала вы предоставьте, вы кому-то работаете. Слушайте, к вам пришел сейчас собственный. Да речь вообще не о нас. Я с ним разговариваю, не надо подбивать. Я с собственный сейчас. Речь не о нас идет. Разговаривайте тогда, зачем вы... Я нормально ругаю. Давайте мы не будем выступать и ругаться. Не надо агрессировать, мы пришли к вам нормально, не ругаться. Если у вас все нормально... У меня все нормально. Вы начали агрессировать, хватит снимать. Мы, во-первых, не снимаем, мы фиксируем происходящее. Я вам еще раз сказал. Представьте. Я корреспондент. Сначала представьтесь, вы. Вы пришли ко мне на работу. Я не к вам пришел. Я не к вам пришел. Я пришел в управляющую компанию. Вы представьте, как я разговариваю с собственником. Разговаривайте. Работы, которые выполняю я, которые по договору... Промывки испытаний, устранение неисправности ТО, перемонт по мере необходимости, периодический осмотр в дымоходах. А кто меру необходимости определяет? Там написано по мере необходимости. Кто определяет меру необходимости? Когда это? Все равно на все это должен быть какой-то документ. Это внутридомовое газовое оборудование. У меня есть договор с газовиками, и я вам могу показать этот договор. Скажите. Сейчас. Ну, а коллег дымоходов еще вот у нас никто ни разу не делал. Ни разу сейчас. Это НЭЛЬ? Нет, это ее пока-то. Ну, подними, подними Волговен поэксу. Это договор, договор с Эфимом, с Каминоградского города. Да, Марат, сейчас я даже попробую это. Проводка испытаний. Вот это и все работы, которые вы выполняете? Да, это повторно. Это и все, да? А почему у вас тогда вот ваши выписки, вы там подметание уборка 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 уборка? Это выписка не для вас. Вы... Как это не для нас? Но вообще нас так было... Обождите, обождите. Вы находитесь на непосредственном управлении. Вот поэтому договор. Вы решили так... Это не договор. Где доверенность? Это... Это договор. Там написано приложение. Где приложение? Это договор. Это не договор. Знаете, почему вы? Юрий Петрович, вы знаете, не имеете юридический сын, потому что Саянова, она не собственник, и он не собственник, а собственник муниципалитета, администрация. Мы считаем непосредственным управлением. Непосредственным управлением. Непосредственным управлением. Собственник в таком доме. Договора о оказывании услуг по содержанию планы ремонта в таком доме с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. То есть вы со мной заключили договор. Вот такой. Только. Я же... Никто не с вами заключал. Я поэтому здесь спрашиваю. Вот он договор. Вот решение собрания. Это договор. Это... Как это за всех собственников, а я человек... Не перебивайте. Вы сейчас... Вы зачем этот кодекс сейчас читаете? Я понял. Вы сначала права ещё не возникло, понимаете? Зачем вы否или что-то в жилищном кодексе? Мне я могу прочитать. Я сейчас к вам домой прийти, и буду вам прочитать, что я там обязываюсь, что я не обязываюсь... На основании решения, общего собрания собственников... А ты не собственника помещаем? Не было это собрание. Значит, кто? Кто собственный? А кто собственник? Собственник, в том сфере Ром conversマ. Где документы, что он собственник? Продвижение есть? Тамрать. Собственная администрация. Вы что шумите? Что вы читаете? Мы там это все прекрасно знаем. Вы право скажите, право. Где слушательник, где доверенность. Вы что шумите? Зачем она зачитывает? Чтобы зачитывать, вы сначала докажите, что вот это есть. Это не договор. Это не договор. Покажите договор. Это договор. Где доверенности всех. Вы не готовы были его отдать. Я не готов отдать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, девочки. Девочки, девочки. Давайте дослушаем диалог. Тихо, диалог. Оксаны. Основание решений. Осуществляющие непосредственное управление от имени собственника в таком доме в отношении с третьим лицом праве действовать один из собственников помещения. Все. Значит, теперь я пошел за документом. Это какого помещения? Это классифика номер восемь. Как он от всех действует? Вы умеете читать? Значит, вы умеете прочитать. Прочитайте, пожалуйста. Вы умеете прочитать? Вы читать умеете? Вы читать умеете. У вас в договоре откроете договор, написано «Прохождение», да? Веренности. В смысле, каким образом я вам нахомила? Ну, мы сейчас, вы читать умеете? Умеем читать. Вы умеете читать? Вы что даете, мне присылаетесь на третьим лицом? Да, уже отдала. И все. Вопрос в чем стоит? Вы заключили договор. Вы можете его расторгнуть, но все равно непосредственно управление. Вы заключили договор. Для одного собственника достаточного заключения договора. Преусловие доверенности. Какую доверенность? Вы почитайте. Вот сейчас вам дал сам. Непосредственно управление вы себе. Вы себе выбрали способ управления. Тише, тише. Если бы у вас был способ управления управляющей организацией, то другое дело. Почитайте. Сами читайте. На что вы ссылаете? Расторгайте с ними договоры. Давайте дальше. Проблема какая-то. А вы представьте, кто? Что? Дама. Что не устраивает? Как вы психовать? Начинайте все. А кто психует? Не приятно. Значит, давайте вы со мной разговаривали. Давайте разговаривайте дальше. Ну, зачем тогда приходит женщина и начинает кричать? Ну, она просто на пустот откаталась. А, трех, 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 трех. Не, важно. Протокол давайте собрали. Тихие семьи. Протокол собрали. Сейчас. Интересно так. Кто-то один может включить? Протокол собрали? Конечно. А где доверенности от других собственников? Согласно вашему протоколу собрали? Ну, давайте идем дальше. Доверенности нет. Есть решение. На этом основании я осуществляю работы, которые осуществляю по приложению. А если вашу квартиру у вас будет, значит, приватизировано, ваш сын продаст вместе с вами? Я выполняю работы согласно договору. Договора нет. Он липовый. Сейчас его вызывать полицию, значит, если вы не будете прописывать доверенности. Что вы говорите? Да. У вас там написано, что доверенности должны быть от других собственников. Вы сами читаете, что там написано. Нэнь, Нэнь, а еще уведомления откатай мне и протокол собрали. Акты выполнены по работе у вас есть? Чтобы каждый месяц на подпись подписанные акты сверлить. Это договором не предусматривается. Как-то не предусматривает. Это предусматривает тем, что предусматривает восстановление, которое вы обязаны, я сейчас вам покажу. Договором не предусматривает. А где протокол собрали? Это не то, не трогайте. Ну я его вам даю. Алина Викторовна не забрала? Протокол собрали? Да. Спроси у меня, пожалуйста. Ну там у нас что-то с терапопией делалось. Договор, по-моему, да. Пустилил. Обезавление долёным. Масли! Перед